доброго времени суток с вами сергей и сегодня я начинаю новый проект новый проект у меня выглядит вот так это кедровый складник вы уже знаете что я посадил большом количестве сибирский кедр небольшом количестве сосну кедровую корейскую и вот я достал семян сибирского складника семена достал я в шишках шишки довольно смотрите даже такие крупные достал я через интернет у олег александровича и кому если надо семена то олег александрович может выслать вы напишите мне под видео в комментарии я вам отвечу дам номер телефона здесь я заказал целый килограмм килограмм не обошелся 500 рублей на 2021 год с условием инфляции считаете там прибавляйте уже сами олег александрович выслать их побольше килограмм 200 сейчас я пересчитаю количество шишки это мне для себя для статистики потом распотрошу и подсчитаю небольшое количество хотя бы условно знать сколько семян в килограмме 113 114 шишек шишки довольно крупные 114 шишек в килограмме 200 грамм сейчас я это дело раз шелушу и подсчитаем сколько семян за вчерашний вечер я перешелушил шишку получился вот такой объем объем неплохой расклад у нас какой я расшелушил 10 шишек 10 шишек и получаются количество семян следующие сейчас вам скажу в 1 75 потом 72 55 45 60 23 это маленькая шишка 63 47 82 и 52 берем средний показатель по 60 семян в одной шишке умножаем на 120 получается 7200 здесь семян а количество я сейчас взвесил это 590 грамм то есть у меня было килограмм 200 половина уходит на шелуху сейчас мы сделаем следующую процедуру здесь у меня разведена марганцовка и на 10 минут замочим обработаем чтобы плесени не было оставляем на 10 минут 10 минуточек у нас постояла получается вот так и что мы сделали промыли слили опять воду набрали промыли лишнюю марганцовку и сейчас высыпаем воду и теперь надо поместить прохладное место при температуре плюс 6 плюс 15 градусов на три дня за три дня все которые целые ядрышки они опустятся на дно в которых пустые ядрышки семенах останутся на поверхности если у вас за это время зацветает вода закисают просто меняете воду и чуть-чуть маленькие также марганцовки добавляете все на три дня ставим у нас прошло три дня и потонуло у нас сейчас на данный момент на дно опустилась ровно половина сверху я снял 20 орешков 20 орешков расколол из них получается 10 орешков живых 10 орешков либо пустые либо ядрышко погибло мое следующее действие тут у нас получается брака 25 процентов 25 процентов брака я сейчас сверху все снимаю так по-хорошему надо конечно заменить воду и поддержать еще дня два но я завтра уезжаю в онкоцентр и мне этим будет заниматься никогда я сейчас сверху сниму орешки вот эти их уберу отдельно а нижние орешки они уже опустились на дно это хорошие решки я их поставлю на стратификацию а эти орешки потом приеду с онкоцентра также опять замочу в воде и те которые опустятся на низ добавлю к тем которые уже стратифицируются мне сейчас понадобится емкость вот такой вот сеточка перекладываем черпаю сверху бывает такое бывало у меня такое из северским кедром что трех дней не хватает проверяется все просто сверху берутся орешки раскалываются и анализируется сколько пустых и сколько хорошего семенного материала это мы пока откладываем сторону сейчас сливаем воду до шлаг нам понадобится теперь ложка ложка емкость землей в крышке отверстия прожены для циркуляции песок у меня речной речной сок надо брать без примеси длины можно не речной но чтобы не было длины такой объем так как сейчас орех весь сырой этого этой влаги достаточно первый раз вот таким вот это образом выглядит сегодня у нас 16 февраля так обычная стратификацию ставлю после нового года было до нового года зависимости от того как я найду посадочный материал если у вас есть посадочный материал осенью и земля еще не замерзшая можно его также вымочить марганцовки на 20 10 минут здесь вполне достаточно и посадить в грунт таким образом он пройдет естественно стратификацию у меня возможности достать семена в ранней осени нету я стратифицирую в нижней полке на холодильнике в нижней полке следующая процедура один раз в неделю можно два раза в неделю я ограничился один раз в неделю я достаю с холодильника открываю переворачиваю закрываем крышкой и обратно убираем в холодильник в нижнюю полку там оптимальная температура где-то плюс 6 градусов и таким образом у нас есть время два с половиной месяца на стратификацию сегодняшнего дня начинаем еженедельный осмотр кедрового складника и ой-ля-ля первые выскочки уже выходят раз в неделю я вот так вот переворачиваю насыщаю кислородом кислородом сейчас полежит маленечко под влажной тряпочкой потом сделаю контейнер для него и пересадим на 22 марта и сейчас мы будем приступать к посадке первых семян кедрового славника так называемые выскочки которые не ждется до удачного сезона здесь я подготовил два контейнера самодельных сделал их с пластиковых стаканчиков 05 сделал снизу отверстия и в обязательно надо делать отверстия сбоку по периметру в нижней части это надо для прохождения кислорода корням земля у меня покупная покупная с добавлением агро перлита никогда не работал решил попробовать карандашиком делаем отверстие берем проросшая семечко складника и туда бросаем сильно не прижимаем что в корешок не сломать а вот так вот вокруг берем подальше и удавливаем чтобы землей обдавить его здесь чуть-чуточку по-другому получается здесь корешок уже идет на бок сейчас мы значит делаем вот так вот пошли ли чуть-чуть чтобы тоже ничего не сломать и уже более лежа посадим с все все готово пусть растут прошло 12 дней и первый кедр кедровый стланник скинул орешек вот еще два выскочила тоже так вот выглядит кедровый стланник через 12 дней после посадки подготовил я рассадник под кедровый стланник рядышком от рассадник кедрами сибирскими и готовлю уже следующий рассадник под кедр сибирский так давайте остановимся по грунту грунт здесь песка много добавлено практически один к одному сейчас вспомню где-то 9 ведер песка и 12 ведер грунта из заболоченной местности где вот такое болото где растет морожка морожка где есть сосны знаете такие вот сосны самая ценная которая идет литые сосны болотистые вот оттуда взят этот грунт при помощи лопаты взят на глубину до 65 сантиметра получается верхний кислый слой вот это так называемый рыжий и нижний слой все это дело в перемешку и сейчас я буду скоро приступать к посадкам кедрового стланника посадки я надел боровки расстояние между ними сантиметра 4 глубина посадки максимум но это если селом то два сантиметра но у меня посмотрите тут все пошло прорастать делаем вывод стратификации хватит месяца два я сейчас буду вот так вот втыкать скорее всего маркером и вот каждая семечко по отдельности вот таким вот образом теперь буду сажать работы скажу много если я обычно кедр сажаю у меня эта процедура выходит целый день забирают это я россыпи семечко вставляю четко вниз а тут вот так вот каждое отверстие делать я думаю сегодня за день постараюсь уложиться расстояние пока делаю сантиметра сантиметра опа все переплетается приходится брать потихоньку метра 3 между ними и все потом убавлю это расстояние да можно я думаю убавлять до сантиметра двух с половиной спокойно первый раз сейчас таким кедровый планник мы уже сажаем два года покупные семена семена с магазина но это такой лохотрон честно говоря вот олег александрич выслал хороший семенной материал 18 сентября и смотрим что у нас получается по кедровому планику так вот так вот он у нас был пророщен пророщен все посажено пророщенными орешками каждый сеянец впоследствии я летом замульчировал хвойными иголками иголками еловыми поливка лето жаркая была поливка у меня была достаточно такая обильная обильная и вот сейчас маленочка некоторые иголочки желтеют это я обратил внимание только в сентябре сентябре то мы еще тут добавим сейчас мы сделаем укрытие на зиму укрытие на зиму поэтому мы сделаем его из лапника и весной посмотрим как перезимует у нас планник сегодня у нас 14 октября подводим итог под планнику в принципе такие даже относительно неплохой прирост у него и сейчас я буду на зиму делать укрытие честно скажу не знаю требуется ли планнику укрытие на зиму я подстрахую и сделаю сейчас его закладу лапником а Продолжение следует...